всем привет привет сегодня у нас в гостях Андрей у Андрея есть сайга сайга 415 исполнение 61 и прицел у тебя какой на ней вектор оптик а кратность полтора на девять полтора на девять а линзочка выходная 40 будет 42 значит какой смысл для чего мы сегодня приехали андрей говори какой смысл чем приехали сюда приехали посмотреть пострелять и померзнуть немножко совсем чуть-чуть вот есть патроны легкие 9.3 новосип это основной патрон который использую на охоте то есть постоянным патроном который стоишь это новосип 9.3 на охоте да так свои сайги он как бы нормально летит более менее более так и есть еще патрон 9.4 fmg я правильно понимаю мы хотим экономическую составляющую да разница несколько раз цене так вот ну будем рассматривать для патрон основной для стрельб так у нас у нас грубо говоря получается основной патрон 9.3 новосибирск но есть еще три вида патронов которые андрей хочет попробовать со своей сайги это будет у нас fmg барнаул 9.4 да что еще стрела 10.9 от калашникова не пробуем fmg так и спешка тулама юбилейная тулама юбилейная кстати кстати юбилейная 10.8 они близкие по весу с повышенной кучностью в красненькой такой коробочке вот и у нее кстати головочка полуоболочки это она голена гораздо меньше то есть скорее всего при вхождении в в патронник я думаю что у барнаула есть такая тема у спешки она подминает его а вот здесь она не должна подминать потому что она короткая ну интересно еще посмотреть отрыв делает тяжелая пуля сделает отрыв она или нет я не знаю как будет твоя пуля но сегодня что-то такой ветер какой-то морозный отрыв я чувствую я сделаю вот но знаете что есть небольшой моментик у нас недавно было видео кто не видел над моей головой сейчас ссылочка появится это был новый прицел это был загонник 16 на 24 в первой фокальной плоскости это была реплика вот такая вот замечательная реплика от но его теч я хотел сказать от компании отеч нет называется вуду вуду вот андрей как ты думаешь если мы вот это вуду снимем твою оптику а это эту вуду поставим тебе на карабин и соответственно объем двух зайцев во первых зная то что у тебя не сильно большой богатый опыт именно в прицелах вот ты просто скажешь свое видение как она видит честно непредвзятое ну и заодно как говорится попробуем твои патроны согласен можно сказать это вообще 3 прицел с которой я буду стрелять третий прицел с которой он будет стрелять посмотри так него как ты вообще вот твое внешне там скажи что-нибудь там как что у него довольно таки неплохой релиф у него смотри как реализована вот штука вот это смотри она ходит вся голова видишь вся голова ходит с одной стороны как бы удобно потому что ты когда стреляешь ты можешь сходить вот просто так сделать а с другой стороны есть у тебя здесь колпачки которые открываются в одну сторону они тоже будут крутиться это уже минус попробовать это минимальная кратность только диоптрии под себя вот они подкрути под свои догадываюсь что на близком расстоянии не очень там будет стрелять да почему не очень мари какой-то 1 фокалкаш да еще ты кольцо видишь какое ты просто в кольцо берешь все ну по посередине крестик маленький но так ты же увеличивая его по большому счету что такой загонник мы стреляем минимальной и максимальной кратности вот из-за этого принципе я не люблю первую фокальную плоскость на загонниках согласен потому что совсем интересно потому что когда у тебя например идет загонник диоптрии отстроить чтобы у тебя сетка была четко видно крути ближе ближе вот и крути ее на сетку смотри выкручивай смело не бойся там большая это большой выкручиваю выкручивай выкручивай мы потом когда-то все сделаем регулировка диоптрии какая-то ой слушай я не помню регулировка диоптрии 2.2 или 2.3 или 3.3 или 2.2 ну я думаю стандартно обычно без всяких там этих в принципе прицельчик неплохой опять же говорю что пройдите посмотрите здесь стеклышки еды здесь реализовано в принципе довольно таки хорошее поле прикольный цвет но я в том видео уже говорил но я повторюсь еще раз из минусов которые мне не нравятся здесь идет у нас никак не фиксирующая голова она никак не фиксируется то есть видишь то есть нет у нее ничего и крышки нету то есть мы ее приводим к нормальному бою и вот тут вот выкручиваем этот винт ставим на ноль и закручиваем все что тут что тут очень прикольно реализована подсветка хотя она опять же подсветка для я бы сказал сумерек каких-то кнопка вверху чик включил чик выключил довольно тихое нажатие вот это вот эта кнопка тык-тык-тык уменьшается положению подсветки сколько но функции сколько там функции ты имеешь ввиду какая мощность светит ярче слушай ярче светит знаешь когда она когда вот так вот закроешь тогда она ярче светит вот а пока она ярче не светит можно на нее не обращать внимание то есть то есть это сделано в принципе в принципе из подсветок я тебе скажу так ярче чем вортекс точки я не видел все остальные подсветки идут режим вот грубо говоря там вот и пока видишь сетку все хорошо заходишь в подвал в какой-нибудь темный у тебя появляется как бы подсветка вот такой принцип то есть по большому счету здесь реализована сетка так что на минимальной кратности на минимальной кратности появляется круг и когда ты на вскидку вскидываешь у тебя в этот круг грубо говоря помещается например лось или косуля если резко ты вскидываешь двумя глазами двумя глазами смотри и вот в этот круг берешь на вскидку вот как бы такой принцип загонника пощелкал да ничего не увидел но пощелкал в общем давайте не будем как говорится тянуть сейчас мы за кадром приведем его к нормальному бою и проведем эксперимент андрей проверить патроны а мы послушаем его мнение не предвзятое у человека которого нету практического опыта в прицелах он нам скажет свое мнение не уходить в общем как нам показалось мы вроде бы пристреляли или как правильно сказать привели к нормальному бою вот этот прицел эотэч вуду вот значит сейчас мы что будем делать так как андрей сказал что у него лучше всего летят спешки новосибирские в целях финансовых экономических составляющих мы пристреляли это все дело обычной бпзшкой 9 4 оболочка андрей я что думаю давай наверное сейчас у тебя кратность 6 я так понимаю да вы сейчас видите 4 мишени у нас два патрона с тяжелой пулей 2 с легкой давай наверное мы сейчас сделаем нижние мишени мы сделаем легкими а верхние тяжелые на случай если они будут опускаться чтобы они остались в мишенях готов давай наверное начнем с тобой с барнаула с которого нам кажется что мы пристреляли а дальше будем смотреть если уж куда-то мы стрельнем в другую сторону нужно сильно не казнить и потому что потому что как говорится вот установили привели к нормальному бою грубо горят от каких-то там 20-30 минут да и все и сразу бы вам показывать просто будем смотреть кучи относительно друг друга то есть она уйдет куда-то там лево-право сильно не казните андрей давай 4 заряжай барнаул бпз кстати у тебя там насколько я вижу написано улучшенной кучности да мы это учтем что она улучшенная кучность хотя я в это особо не верю по крайней мере на наших пристегивай на наших сайгах випрях и им подобным досылай патрон патронник так давай наверное нижняя правая мишень пойдем так сказать от противного нижняя правая мишень бпз fmg 9 и 4 улучшенной кучности четыре выстрела огонь по готовности готов стреляй стреляй холостой выстрел предохранитель Андрюх, ну я думаю, что кучность у нас улучшенная поэтому и выстрелы такие, да, тем более ты видел хорошо видно? ну, видно ну давайте покурим минут 10-15 сейчас не сильно жарко, но все равно дадим стволу отдохнуть и вернемся к следующим патронам немножко покурили попили чаю посмотрели на кучность всплакнули вытерли мужскую слезу давай, Андрей, заряжай новосип он тоже легкий, это будет СП тоже 4 патрона 4 патрона, да цель экономической безопасности, конечно собственного кармана можно было бы сделать по одному патрону но люди не поймут давай, пристегивай самостоятельно досылай патрон в патронник и как будешь готов нижняя левая мишень нижняя левая 4 выстрела прям подряд будешь готов, сразу стреляй так че и Слушай, ну да, соглашусь Холостой выстрел, предохранитель Соглашусь Что Лучше Новосибирск Вообще без улучшенной кучности Чем Барнаул с улучшенной кучностью Вот поэтому я никогда не беру Барнаул с улучшенной кучностью Беру обычный, хорошо стреляю Что, дадим еще минут 10? Дадим Ну что, у нас третья группа Никакие поправки Мы не вводим, ничего не путаем Ничего не, как говорится, не мажем Не подмахиваем, не туда-сюда Значит Андрей, какими сейчас будем стрелять? Стрелой или Тулама юбилейная? Стрелой Заряжай 4 патрона, какой вес у нее? 10,9 А у Туламы там 10,8 Нет, не может быть Там 165 грейн 10 По-моему, 89, да? Ну, что-то такое А там написано, посмотри Вот, с моей стороны прям видно Вот тут, почитай Да, 10,89 10,89 Вот Давай, как патроны, какого цвета? Черненького Гильза черная прям? Ну, так, темная Ну, это когда грязными руками будешь заряжать, чтобы видно не было Так, ну что Давай, наверное, верхняя правая мишень У нас как-то по-японски все через другую сторону Верхняя правая мишень Четыре выстрела Будешь готов, стреляй Хорошо Я вам хочу сказать Что чем больше Андрей стреляет с этим прицелом Холостой выстрел Предохранитель Тем быстрее и качественнее у тебя получаются выстрелы И ты сейчас отстрелялся даже лучше, на мой взгляд Чем отстрелялся вот этот, который БПЗ Десять минут дадим еще? Дадим Пришла очередь Тулама Пришла очередь Тулама юбилейная Давай, четыре патрона Вверх, вверх, вверху у нее там открывашка Вверху, с другой стороны С другой стороны, с другой стороны Да, с другой стороны Вот, можно так Никогда не стрелял такими Ну, вот с моего випря они очень хорошо полетели И сравни Смотри, у тебя же полуоболочка Сюбфайр тоже полуоболочка? Да Вот сравни два патрона Просто по кончику, который оголен Вижу Видишь? Вижу Давай, досылай Патрон, патронник И как будешь готов Четыре выстрела Верхняя левая мишень Давай Показывай мастер-класс Для охотников Мастер-класс Это несовместимые вещи Давай, охотники Это Он может стрелять от бедра Так как стрелки стреляют Особенно, когда пугаются Вы знаете, я как чувствовал Я сказал, что охотники стреляют от бедра Особенно, когда пугаются Андрей, судя по тому, как ты стрелял Знаешь, такое ощущение, что ты каждый раз водил поправку Тынь, тынь, тынь И последняя в десяточку В общем, вот так вот мы как-то постреляли Андрюх, ну так вот Ты, так сказать, попробовал Из этих четырех патронов Что ты выдел для себя? Ну, как обычно, МПЗ лучше Как обычно Ничего не поменялось Да, но патронов вообще много разных всяких У нас, как говорится, еще пробы и пробы Ну, стрела было интересно Разлет На САГе тяжелые пули Ну, не тяжелые Десять и девять разлет дают Ну, они всегда, в принципе, дают Ну, мне понравилось, как ты юбилейными Крался к центру Прям вот так Мне это прям понравилось Я не могу сказать, что их разбросало Ты прям по одной линии шел Там не сказать, что разброс дает Когда три, допустим, пули в одно место А четвертая куда-то улетела Вообще в ту сторону То тогда разброс А так это просто руки Скорее всего Вот, собственно говоря Не в МПЗ делал, а в руках Ну, МПЗ-то лучше Ну, согласен, да Согласен, да Ты еще добавишь Сайга рули Так, скажи мне теперь Обязательно Сейчас Костя прям медом намазал на уши Костя, тебе привет отдельный Скажи мне по прицелу свое мнение Как человека-дилетанта в прицелах Вот из тех прицелов Которые у тебя были Их было, по-моему, у тебя два всего, да? Да Я думаю, его поменяю все-таки Второй Это какой? Вектор оптик Который вот полтора на девять на сорок Да, да Четыре или два там Да, да, да Кто еще не купил, смотрите В принципе, у Андрея можно его купить Ты мне скажи за этот прицел еще Говори все как есть Вот понравилось, не понравилось Отстойка диоптрии понравилась Так, а там что у тебя? Ну, там мне не получалось до этого На прицелах так диоптрию подкрутить Не хватало четкости Да, не хватало четкости Так, что еще тебе в этом прицеле Понравилось или не понравилось? Говори как есть Там даже правда Сетка Сетка что? Говори, что понравилось или не понравилось сетка? Дальше догадаетесь Тоненькая сетка Тоненькая, маленькая точка Слушай, ну я бы не сказал, что она тоненькая Точка, да А сетка Точка удобная Ну для загонника вообще Это как бы вот эта вот система Эотечи Что вот это кольцо Когда на минимальной кратности Когда ты делаешь на максималку Это кольцо уходит за голову Ты вообще его не видишь Оно тебе не мешает Какое-то, знаешь, что это есть с унитазиками? То есть ты увеличишь А унитазик остается Вот этот Или полукруг Я его называю унитазик Или круг Он все равно остается А здесь его нету Здесь оно вообще уходит И остается только перекрестья Что еще? Ну что еще? Плюсом Размеры поменьше, конечно Хочется? Да, не всегда, но Еще меньше? Размер не хочется сказать, что меньше Ты коллиматор вспомнил? Наверное Законы физики Надо же куда-то эти линзы вставлять Надо, конечно По подсветке что? По подсветке Ну Достаточно яркое Ну вот Я скажу так Как уже много видел подсветок Я бы сказал Вот в такое время Суток Да, ее видно хорошо Если вылезет сейчас солнце Будет видно просто Ее крестик Все дела Будет и так хорошо видно Подсветки Ну, может быть, оно так и надо Но как коллиматор Она работать точно не будет Ну, в принципе С шестой кратности До такой дистанции вполне Ты мне скажи По краю аберрации были? То есть искажения по кругу Знаешь, как называют аберрации? Рыбий глаз Вот ты так вводишь А оно такое Изгинается Не, не заметил такого Картинка плоская, четкая? Достаточно четкая Собственно говоря Как говорится Устами младенца Глаголит истина А у нас устами Человек, который Скажем как Не заинтересован Никак в этом прицеле Говорит, как он есть На этом, как говорится Наверное, будем прощаться Да, Андрюх? Но изначально Давай тебе побалуем От компании Нуэлемент Пеной для чистки оружия Чисть Кайфуй Получай удовольствие А мы с вами будем прощаться Не болейте, не кашляйте Подписывайтесь на наш канал Ну и всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok